В преддверии официального визита белорусского лидера в Индию главный эфир встретился с чрезвычайным и полномочным послом этой республики в Беларуси. Чего ожидать от нынешних переговоров, почему для двух государств 2017-й стал важным годом и как наша страна гарантирует продовольственную безопасность Индии? Об этом не только в эксклюзивном интервью с Аксена Панкадж. Прямо сейчас. Господин посол, спасибо за гостеприимство, за то, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. И позвольте мне начать с события важного события, 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией. Как отмечалась эта дата и как бы вы охарактеризовали результат, с которым мы подошли к дню сегодняшнему? В этом году мы провели три мероприятия в Минске. Первая — передача в Дарнациональному художественному музею двух фигур слонов ручной работы. Также была организована выставка картин в Национальном историческом музее. И третья — День Индии в Верхнем Городе. Обе страны за эти 25 лет достигли многого. Какую роль играют визиты на высшем уровне в отношениях между странами? Визиты на высшем уровне играют большую роль. Это важный элемент отношений между странами. Такие визиты не только помогают установить взаимопонимание между лидерами двух стран, но и дают возможность двигаться в правильном направлении, дают стимул для дальнейшего развития, расширения и диверсификации двусторонних отношений. Я рад отметить, что за последние 25 лет наши страны регулярно обменивались визитами. Как вы знаете, в 2015-м наш президент посетил Минск, прекрасную страну Беларусь, и сейчас мы ожидаем высокий визит из Беларуси в Индию. IT, калийные удобрения, лекарственные препараты. Что сейчас страны предлагают друг другу, что смогут предложить в будущем? У Беларуси очень сильная IT-база. У вас есть парк высоких технологий. Индия также знаменита своими разработками в области программного обеспечения. Говорят, что Индия и Беларусь соперники, но всегда есть области для сотрудничества, для совместной работы, а также для работы в третьих странах. Что касается удобрений, это главная статья импорта из Беларуси, важный элемент для нашего сельского хозяйства. Я не ошибусь, если скажу, что белорусские удобрения обеспечивают продовольственную безопасность Индии. За последние несколько десятилетий фармацевтика стала одним из важных секторов индийской экономики. Беларусь член ЕАЭС. Здесь индийские компании могут создать хорошую базу для производства. Мы убеждаем индийские компании приехать в Беларусь, основаться здесь и использовать ее выгодное положение. Собственно, именно поэтому мощная индийская экономика так заинтересована в ЕАЭС, в частности, в подписании соглашения о зоне свободной торговли. Как вы знаете, мы работаем над договором о зоне свободной торговли с ЕАЭС. В прошлом, до распада СССР, объемы торговли с этим регионом были значительными, но после показатели рухнули. Как только договор будет подписан, стороны получат преимущество. Для Индии это выход на рынки, преодоление барьеров и инвестиции в экономику. А для Беларуси, для стран-членов ЕАЭС, Индия станет дополнительным рынком как для импорта, так и для экспорта. Поэтому этот договор очень важен. Что еще можно сделать для увеличения объема взаимной торговли? В сентябре 2015 года наши страны на заседании межправительственной комиссии поставили цель в миллиард долларов США. Она должна быть достигнута к 2018 году. Сейчас 2017-й, и половина его прошла. Трудно достигнуть этой цифры, но стороны работают очень усердно. Также мы ищем новые области для сотрудничества и торговли. Нам необходимо расширять ассортимент. Гуманитарная сфера, туризм, как там обстоят дела? В Индии родители прикладывают все усилия, чтобы их дети получили образование. И Беларусь нам в этом помогает. На сегодняшний день более 350 индийских студентов изучают в вашей стране медицину. Беларусь также проявила интерес к участию в индийской национальной программе профессиональной подготовки. У нас можно получить высшее образование в таких областях, как управление, банковское дело и финансы. А еще обучаем аюрведа и гомеопатии. Что касается туризма, в Индии все активнее открывают для себя Беларусь. И поспособствовал этому пятидневный безвизовый режим для тех, кто прилетает в национальный аэропорт. Ваша страна очень красивая, а еще здесь безопасно. Это огромная ценность. Всегда можно найти сферы для сотрудничества. Нужно сесть за стол переговоров и найти их. Я уверен, наша страна ждет хорошее будущее. Спасибо, господин посол, за ваши ответы. Спасибо большое за интервью. Спасибо.